Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Скоритор, и перед началом очередного выпуска Метро в Майнкрафте я хотел бы вас поздравить с Днём Знаний, ребята, с этим ужасным для нас праздником. Вот, если что, то я уже перехожу на второй курс. Вот, в общем-то, ну, я после девятого свалил, потому что в нашей школе было учиться невозможно, там учителя грузили, это просто был ужас. Я, в общем-то, свалил после девятого класса, ребят. Вот, в прошлом году, ну, очевидно, я был первый курс, а теперь у меня второй курс, и, в общем-то, в этом году, ну, я буду сдавать экзамены. Вот, ну, второй курс это то же самое, что и одиннадцатый класс. В общем-то, у нас программа одиннадцатого класса будет, так что, ну, особо ничем не отличается. Уф, ладно, ребята, удачи тем, кто в девятом классе или в одиннадцатом на экзаменах, ведь в девятом классе теперь четыре обязательных экзамена, а было два, ну, я сдавал, по крайней мере, только русский и математику, а теперь там четыре предмета, это просто ужас. Ладно, ребят, удачи в учебном году, вот, и давайте приступим, конечно же, метро. Вот, в прошлом выпуске я показал вам станцию Площадь Восстания с прейзом, а теперь я построил Чернышевскую и еще построил перегон с Площадь Восстания до Байковской, то есть, стрелку. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, ребята, то есть, пролететь надо туда. Вот, как вы помните, у нас тут была стрелка, и она немножко изменилась, то есть, мы уезжаем в туннель, проезжаем, проезжаем, и у нас, как видите, тут продолжение туннеля есть. Так, это уберем лучше, да, так будет намного лучше выглядеть, и, в общем-то, такое вот некое продолжение туннеля. Вот, ну, мы спускаемся вниз немножко, конечно же, то есть, поезд так едет, 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 поворачивать налево, вот, едем, такое вот небольшое расстояние вперед, в общем-то, как целую станцию. Вот, вдали, как вы видите, там поворот налево, сейчас мы повернем, вот, то есть, поворачиваем налево, поднимаемся, вот, едем снова прям. Прямо-прямо, вот, поворачиваем налево, спускаемся, и, бац, ребята, мы уже на той стрелке, ну, с площади восстанет. И сейчас вам покажу саму стрелку, вот, то есть, поезжает дальше поезд, поворачивает направо, мы едем по этой стрелке. Тут у нас, кстати, закругленные туннели, и я ошибся, что сделал тут закругленные туннели, они выглядят, на самом деле, не очень красиво на стрелках, только если вот так по прямой, они выглядят красиво, так что я буду стоять только по прямой, на стрелках я не буду. Ну, в общем-то, тут вот пути соединяются, и вот, ребята, сама станция площадь восстания, вот, получается как-то вот так вот. Ну, и тут аналогично то же самое, то есть, стрелка, вот, и едем туда вот на ССВ, вот. Ну, что же, ребята, давайте теперь доберемся до Чернышевской, я вам покажу эту станцию, вот, в следующем выпуске я построюсь, построить площадь Ленина и Выборгскую. На самом деле, я эту станцию площадь Ленина, ой, фу-то, Чернышевскую построил месяц назад, то есть, все к этому выпуску, но руки не доходили снять, так что как-то вот так-то, ребята. Ладно, вот такая у нас получается изначально Чернышевская, тут не должно быть, конечно же, освещение, но я его сделал, потому что в Майнкрафте слишком темно. С одними лампами, так что получается как-то вот так вот. Тут у нас ограничительные линии, имеются скамеечки, где можно посидеть. Тут у нас, ну, в общем-то, такие платформы, тут написано Чернышевская, вот, тоже скамеечки, но эта сторона аналогична той. Вот, немножко внутри у нас тут выглядит вот так вот, все, в принципе, как в реале, ну, схоже достаточно. Вот, то есть, написано тут поезда до Девяткина, тут у нас до проспекта Ветеранов. Ну, вот так получаются скамеечки. И какая-то штука, ну, как в реальной жизни, в принципе. А тут у нас должен быть выход в город. Ну, эта сторона аналогична той, в принципе. Ну, вот так как у нас получается станция, ребята. Вот, на данный выпуск все. Спасибо всем, кто смотрел меня. Ну, что ж, с вами был Скелеттор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в Инстаграм. Ну, а с вами был Скелеттор. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok